Ну что, это очень грустно, но мне, наверное, пора уже выбросить эти цветочки. Но даже в таком виде они такие красивые. Не знаю, стоит ли их выкидывать, может, не надо даже. Как-то неохота. Но, наверное, придётся. Я не могу решиться уже несколько дней его выбросить. Он уже несколько дней в таком иссушенном состоянии. Сегодня я решила накраситься вот таким вот спонжиком. Этот спонж я покупала давным, давно в фикс-прайсе. И что это за жёлтые пятна, я сама не знаю. Но он стиранный, он чистый, хоть и выглядит не суперприглядно. Я им пользовалась, и вроде он нормальный. Но сравнуть мне особо не с чем, сразу скажу. Потому что я никогда не покупала таких бьюти-блендеров. И я вчера забыла свой спонжик, тот, который мне нравится помыть. Поэтому сегодня он. И, как всегда, вот эта вот штука. Это вот, кстати, мой тон. Как вы видели, он особо ничего не прикрывает. Так, просто для виду. Вот так я накрасилась. Здесь вроде как нормально. Здесь прям грязь такая получилась. Там пятно есть. Но я не буду ничего больше делать. Наверное, ещё стоило вот здесь вот сделать, типа, контур, чтобы у меня прям скулы, да, вот так вот уходили. Но мы этого тоже не будем делать, иначе сейчас переборщим. На лбу мне не нравится, как выглядит тональный крем. Он выделил все вот эти мои штучки. Хотя, может, это и нормально, я не знаю. Может, я слишком придираюсь. Когда я припудрилась пудрой, я стала прям совсем какая-то немножко бледная. Но вроде ничего вот. О, нет, мои руки прям чёрные, а лицо прям белое. Ну, короче, я только учусь. Я никогда этого не делала. Особенно на регулярной основе я уже два дня подряд крашусь. У меня уже даже тоналка заканчивается. Ну, это вообще... Это вообще что-то с чем-то. Вот. И вот такая красивая губы. Я не буду вообще ничего делать, потому что я никуда не иду. Да и мне кажется, вот этого достаточно, да. То есть брови... Кстати, брови я ничем не покрасила. То есть они вот у меня как были, вот так и есть. Я единственная их подвела опять вот этой вот штучкой, и всё. Но она прозрачная. Она прозрачная. Тут нет цвета. Я не знаю, почему они прям так сильно выразились. Вот. Но вроде ничего, нормально. Так. Эту помаду я нашла в Такмаке в этот раз. Короче, уже второй день. Уже второй день я смотрю всякие передачи о Фредди Меркьюри. И он вообще такой крутой. Мне очень нравится. И я не думала, что он так давно, ну, относительно давно жил. То есть, оказывается, он жил в те времена, когда ещё ВИЧ, инфекцию, ну, не могли лечить, да, не могли её там супрессировать. Вот это так интересно. Короче, вот я смотрю про него передачи, слушаю песни Queen. Просто вообще балдею. И что я сегодня буду делать, я не знаю, но я хотела скачать одну книжку автора, сейчас скажу, Джеймс Хедли Чейз, кажется. Вот, потому что я подсела на детективы, очевидно, да. Вот. Мне кажется, в этом году вся художественная литература, которую я буду читать, это вот детективы. Хотя это можно вообще назвать художественной литературой? Мне кажется, нет, да. Я что-то, наверное, путаю опять. Вот. Ну, короче, да, я буду читать детективы Чейза, немножко разбавлю, а то у меня одна Агата Кристи и Агата Кристи, это уже скучно. Вот. Я немного Чейза туда добавлю, хотя не могу сказать, что я прям читаю последние недельки, но я обязательно буду, я обязательно буду читать. Ну, не так вроде и плохо, скажите, да? Волосы бы ещё как-то уложить по-человечески, а так? Так вроде даже и ничего. Показываю, что мне пришло. Эта доставка называется Дан-Дан, и это единственная доставка, насколько мне известно, здесь в Соколуке. Этот ролл называется Нежный лосось. Это острая креветка, а это просто огурчик. Я люблю этот ролл. Вот. И здесь в каждом этом есть фасаби и имбирь. Ещё они, конечно, положили там салфеток и соусы, палочки, всё это есть. И смотрю фильм, который называется по-английски «Riding in cars with boys», а на русском перевели как «Сильная женщина». Но мне, кстати, и то, и то название нравится. Всем привет, у меня уже следующий день. Помните, я вам рассказывала, что я пропивала мультивитамины, и у меня там один из эффектов этих мультивитаминов было то, что у меня перестали сушиться ноги. Да, кожа на ногах перестала сушиться. Так вот, отбой. Кожа опять сушится, и это зависит, видимо, от климата всё-таки, да, а не от какого-то внутреннего, видимо, состояния. Как только я приезжаю в Бишке, где, очевидно, более сухой климат, я опять сталкиваюсь с той же самой проблемой. Я её решаю, как бы, поверхностно, с помощью крема, но я не могу сказать, что это лучшее решение для таких вещей. Я не знаю, в чём причина, вот реально, вот этой ерунды у меня на ногах, на голенях получается. Вот, а так у меня всё окей. Сегодня я собрала пакет вещей, которые я отдаю даром. Я не стала запариваться, искать кого-то там, кому увезти. Я просто собрала их в пакет, написала там на листочке, приклеила листочек, что вещи даром, и повесила его вот на крючок. Мы здесь живём в деревне, может быть, кому-то понадобится. Даже порвать на тряпки, там что-то сделать, просто я бы, может, тоже могла что-то с ними сделать, но у меня сейчас на это вообще нет, как бы, нет времени, да, получается, заниматься такими вещами. Вот, также собираю посылку папе. Вчера я объелась роллов настолько, что, ну, честно говоря, дышать было тяжело. Вот, а потом ещё напилась Рошана. Это, конечно, вообще была жесть. Я реально дышать не могла. И посмотрела мультик, называется «Геркулес». Там написано, что он 1987 года, но это очень давно. Мне кажется, он более современный. Мне кажется, они имели в виду, что оригинал, типа, да, был 1987 года, а вот этот уже, который я смотрела, он современный. И такое странное ощущение у меня было, что я его недавно смотрела, но при этом я вот смотрю, и я не могу предсказать, что дальше будет. То есть обычно, когда ты уже смотрела это, ты знаешь, ты начинаешь вспоминать, да, сюжет. А тут я смотрела, при этом было ощущение, что я это смотрела, но что дальше будет, по сюжету не могу сказать. Короче, очень хороший мультик, мне понравился. Я не знаю, зачем я за это взялась, но я взялась перебирать своё добро по хендмейду. За годы и годы накопилось тут очень много всякого, и нужно это как-то перебрать. Я не знаю, но я хотя бы уберу вот весь мусор с одной этой коробки. Сейчас, короче, будем всё это с вами перебирать. Я столько всего раньше покупала, что-то я делала. На самом деле не что-то, а много чего я делала. Вот, но много чего я и не делала. У меня тут всякие инструменты, отвёртки, всякие круглогубцы. Потом вот этот пистолет есть, я его боюсь сама уже, я не знаю, как выстрелит куда-нибудь. Буду потом ходить с дыркой. Вот, вот такие всякие нашивки. Это не нашивка, на самом деле, это вот у неё такой слой есть, ты утюгом приглаживаешь, и она как бы прилепливается, лепится, да. Вот, храню вот эту вот красивую баночку от масляных духов. Духи, кстати, были классные, но они закончились. И там вот эта штучка, пипка вот эта, аппликатор, она сломалась. Она стеклянная такая была. Ой, пищевые красители. Потому что я думала, что я такая умная, я смогу ткани, понимаете, ими красить. Ну, как бы не сложилось, к сожалению. Это вот штука, которой я тонировала, так скажем, окна свои, чтобы там никто не заглядывал, нежелательные гости. Это акриловые краски, которые оставались с картин по номерам. Они, кстати, хорошие. Вот, но каждый год я отсеиваю те, которые уже засохли. Да, сохнут они, ну, как бы, да, они сохнут. Вот такое вот всякое. Вот сейчас я буду это все, в общем, распутывать. Я не знаю, для кого я это все покупала. Вот эту икру, скажите мне, для чего я ее... Ай-яй-яй! Для чего я ее покупала, да? Вот как я буду с ней орудовать. Это на самом деле темно-фиолетовый бисер. Я уже даже вот, даже если напрягусь, уже не вспомню, для чего я его брала. Вот они, все эти краски. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Так, это получается у нас клипса. Клипса. Это такой, такая болваночка для клипсы. Ты сюда что-нибудь намудришь, и получается у тебя клипса. Крючки, потому что я училась... О! Вот это тот малюсенький крючочек. Он как раз для того, чтобы с бисером работать. Это я вот плела полотно, типа с трех рядов. Кстати, вот этим способом очень хорошее полотно получается. Но просто вот это уже, конечно, похеренное. Вот, будем сейчас разбирать, мусор весь выкидывать и обратно все это как-то утрамбовывать в эту корабульку. Я еще хотела вам сказать, что я снова начала пить мелатонин в надежде, что поможет он мне нормализовать даже не сам сон, а засыпание. Потому что я очень тяжело засыпаю, долго вообще. У меня это занимает просто, не знаю, сколько времени. У меня вот от 21st Century такой вот, но разные компании их продают и говорят все одно и то же. Я когда его купила, это было давно, у него пока еще срок годности нормальный, я проверяла. Вот, но когда я его только купила и стала пить, я как-то особо от него никаких эффектов не чувствовала. Но сейчас вот два дня пью и вроде как нормально. Но говорят, что, наверное, это у меня от самовнушения, потому что говорят, что он начинает прям ярко действовать. Где-то спустя две недели приема, потому что у него есть накопительный эффект. Вот, я надеюсь, что это подействует, потому что у меня уже задолбалась засыпать всю ночь. Так что вот так вот посмотрим. Также я увидела, что видео, где я делаю маникюр сама себе, набирают просмотры. Именно, видимо, из-за маникюра. Поэтому, я так понимаю, это интересная тема. И у меня как раз есть еще одно конкретное видео про маникюр. Очень интересное. Вот, я буду скоро снимать. И там я уже буду подробно рассказывать про свой опыт. Так что обязательно будет видос про маникюр скоро. Сегодняшний макияж у меня вот такой. Уже конец дня, но я такая, а что я теряю, да? Кошмарный хайлайтер. Просто я вся как-то блесчу. Мне вот это вообще не нравится. Он не растушевывается никак. Ну и пофиг. И на нос я там что-то пыталась нанести. Такая потом, ай, и так сойдет. Вот, и в этот раз у меня ресницы. Я накрасила ресни. Вот этой вот тушью. Единственный плюс у нее в том, что она не сохнет. Вот ее закроешь, и она будет храниться. Вот, а так она, конечно, мои ресницы прям собирают в такие паучьи лапки, в комки. Ну и пофиг. Нормально. Мне нравится. Я, кстати, нашла свой консилер, но я его не буду наносить. И сегодня я нанесла контуринг вот сюда тоже. И, кстати, разница прям вообще чувствуется. А здесь я зафокапила с контурингом сегодня. Ну, что-то одно. Надо выбирать что-то одно. Блин, я сейчас на себя смотрю, и как же я офигенно выгляжу, а? Я прям привыкаю к себе в косметике. Следующий день. На улице гроза. Погода, конечно, жесть. Но вчера ночью было тепло. О, ветер какой-нибудь. Ох! Да, как-то так. Я вышла в магазин, вот буквально вернулась минуту-две назад, покормила котика, и он что-то почувствовал. Стал шугаться на что-то непонятное, а потом пошел дождь. И он никуда не ушел. Он поел и сел под навесом сидеть. Умное животное, ешкин кот. Ребят, я в таком стилевом сиреневом цвете. Вообще, у меня тут может прям светомузыка быть. Это такая колонка. Вот теперь мы зеленые с вами. Почему нет? В общем, нам отключили свет где-то пару часов назад уже. Я успела мультик посмотреть за это время. Посадила батарейку на компьютере. Потом позвонил Райан. Я посадила батарейку на телефоне. Теперь у меня 18%. И я хочу сказать вам спокойной ночи. И спасибо за просмотр этого видео. Так, давайте будем не зелеными. О, фиолетовыми будем. Вот такими красивыми. Всем спокойной ночи. И до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok